Всем привет! В продолжении кошачьей темы на моем канале я бы хотела снять сегодня видео о перевозке котов в самолете. Поскольку часть семьи у нас живет в Канаде, часть семьи у нас живет в России, поэтому неминуемо мы столкнемся с 9-часовым перелетом. В этом видео я бы хотела рассказать о таких общих правилах перевозки животных в самолетах, также о том, какую же все-таки переноску мы выбрали и сделать ее небольшой обзор. Надеюсь, что кому-то мой рассказ будет полезен и интересен. Сначала немножко скучной теории. Мы летим Turkish Airlines и, в принципе, правила, которые они нам озвучили, я думаю, что они, в общем-то, применимы практически ко всем авиалиниям. Но всегда не забывайте уточнять у своей авиалинии на всякий случай, чтобы не возникли проблемы, когда вы будете производить посадку на самолет. Итак, правила достаточно простые. Для того, чтобы взять животное с собой в кабину, лететь с ним, вес животного не должен превышать 8 килограмм. Также, что касается переноски, размеры переноски должны быть примерно 23 на 40 и на 55. Итак, наш выбор пал на мягкую переноску Pets Fit среднего размера. И я хотела бы рассказать вам о тех фишках, которые есть в этой переноске и которые заставили нас думать, что это, возможно, идеальное решение для перелета с котом. Итак, во-первых, переноска очень легкая. Она весит где-то килограмма 200 грамм. Наш кот весит 6,5 килограмм, что дает нам, соответственно, полтора килограмма на переноску. Даже с первого взгляда видно, что переноска сделана очень качественно. У нее все очень качественные швы, хорошая фурнитура металлическая. Все молнии открываются очень легко. Ну и также они такие, не хлипкие. С трех сторон у переноски есть такая дырчатая ткань. С боковых сторон здесь небольшое окошко и также сверху, что дает коту, в общем-то, полный обзор. С одного из торцов есть удобный кармашек. Туда можно положить какие-то аксессуары. Что касается загрузки кота в переноску, что часто является большой проблемой. Эта переноска дает нам несколько вариаций. Мне это очень нравится. Во-первых, это вот такой маленький вход для тех котов, которые не возражают сами зайти туда, полежать. Также можно открыть побольше отверстия. И тогда вам можно будет этого кота туда запихнуть. А также есть, мне кажется, самый удобный способ загрузки кота. Это сверху. Вот так вот открывается переноска. И, соответственно, кота мы загружаем сверху. Одна из классных фишек переноски в том, что у них есть специальная ластку ткани с боковой стороны для того, чтобы повесить, зафиксировать переноску на чемодане и сэкономить вашу силу. Потому что и так будет много сумок. Так, внутри, как мы видим, есть специальный коврик. Он сделан из мягкого такого материала. Здесь все на молнии. Если что-то случится, вы можете потом постирать этот коврик. Я бы, наверное, все-таки советовала для длительных перелетов укрывать это все пеленочкой. Внутри также есть такой своеобразный поводок, чтобы животное случайно не убежало, когда вы откроете. И оно быстро попыталось смыться. И сейчас я продемонстрирую самую классную фишку этой переноски. Это дополнительное отделение. Блин, сдаю вот так вот. Туда расстилается коврик. Соответственно, получается почти как вторая переноска. То есть на то время, пока вы ждете в аэропорту или в самолете, если у вас есть такая возможность, вы всегда можете разложить это отделение. Оно называется патио. И животное там будет отдыхать, у него будет больше места двигаться. Также сюда поступает больше воздуха. Мне кажется, это идеальное решение для длительных перевозок. Дома что мы делаем? Мы открываем переноску. И наш кот просто там лежит, отдыхает. Сам туда заходит и привыкает к ней. В развернутом виде переноска выглядит вот так. В завершении своего видео хотел бы сказать, что, конечно, обзор будет полным только после того, как мы протестируем нашу переноску в реальном полете. Посмотрим, насколько она помогла нам, насколько комфортно было путешествовать в ней нашему коту. Поэтому я постараюсь сделать небольшое видео о том, как прошел наш полет, какие документы у нас запрашивали и какие, может быть, небольшие мелочи и советы я бы могла дать после перенесенного в реальности полета. Всем спасибо. Надеюсь, это видео было кому-то полезно. Ставьте пальчики вверх. Если вы любите котов, это классно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok